Сегодня, 7 февраля, в Великолупском обществе инвалидов прошла презентация программы по социализации инвалидов. Проект реализовывается в сотрудничестве с Великолупским центром занятости населения. Как рассказала председатель Великолупского общества инвалидов Ольга Носова, в этом году с Российской общественной организацией исполняется 25 лет. И именно в этот юбилейный год Великолупское общество выиграло грант Псковской области. Основная цель проекта – это возможности дистанционной работы для инвалидов города Великие Луки. Цель проекта – это, естественно, трудоустройство инвалидов и на базе нашей общественной организации создания вот такого компьютерного класса для обучения инвалидов в сфере наиболее востребованных специальностей. Ольга Юрьевна добавила, что в дальнейшем планируется обучать всех желающих инвалидов, в том числе и на дому. Именно поэтому проект является дистанционным. В планах – обустройство пандуса в самом помещении общества инвалидов. Председатель Комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Оржанников напомнил присутствующим, что поучаствовать в различных программах может любое общество или общественная организация. Все общественные организации могут принимать участие и получать гранты. Хорошее дело. Есть еще возможность получать гранты и в Министерство труда и социальной защиты. И на эту тему мы постоянно встречаемся с руководителями общественных организаций. Ну а мы со своей стороны все, что нужно, помогаем. Поэтому я очень рад, что вот это состоялось, потому что гранты для общественных организаций инвалидов, ну как-то что-то не звучало эта тема. Я думаю, теперь она должна зазвучать и дальше развивать. Поэтому всем спасибо и успехов. В свою очередь Надежда Блохина заметила, что в настоящее время в Обществе инвалидов по Великим Лукам состоит более 900 человек. Более 110 зарегистрированы в Центре занятости и нуждаются в трудоустройстве. И они, естественно, нуждаются не только в трудоустройстве, но и в социализации. И вот такая возможность наша совместная, она дает вариант нашей поддержки как Центра занятости и в каких-то конструкционных мероприятиях, и в программах развития в дальнейшем гибких систем работы для инвалидов. И в том числе возможность какого-то общения на уровне тех программ, которые сейчас доступны будут им через интернет. Один из членов Общества инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата Роман Деревянкин рассказал Лукиру, что состоит в обществе более трех лет и уже успел оценить его преимущества. Это дает возможность мне в первую очередь сейчас попасть на обучение в эту группу. На самом деле я и становился членом общества в перспективе, что в будущем общество будет развиваться, будут появляться новые возможности, эти перспективы уже оправдываться начинают. Открылся класс компьютерный, где будет профессиональный педагог, и можно будет на профессиональном уровне освоить компьютер, что, конечно, сейчас в наше время очень важно. И в бассейне занятия организованы, потом выезды бывают на природу, бывают какие-то спортивные соревнования, организовываются, бывают договариваемся с драматическим театром, билеты туда получаем бесплатно, какие-то концерты. Добавим, что обучение инвалидов начнется с 15 февраля 2013 года.